В Самарскую область прибыл с визитом председатель правительства России Михаил Мишустин. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он посетил крупнейшие оборонно-промышленные предприятия региона. О взаимодействии в сфере охраны окружающей среды в столице региона подписали соглашение между Министерством лесного хозяйства и Акционерным обществом Росельхозбанк. Путевка в жизнь. Как в Самарской области помогают подросткам, оставшимся без попечения родителей, организовать быт и досуг? Поднять интерес к литературе, дать понять детям, что книга важна в жизни человека. В Самарской библиотеке прошел мастер-класс по написанию сказок и созданию миниатюр. В Самару с рабочим визитом сегодня прибыл председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Его встретил губернатор Дмитрий Азаров. Вместе они осмотрели крупнейшие оборонно-промышленные предприятия области – ОДК «Кузнецов» и РКЦ «Прогресс». Напомню, ОДК «Кузнецов» производит газотурбинные, авиационные и ракетные двигатели. РКЦ «Прогресс» – один из лидеров мировой космической отрасли по производству ракет-носителей среднего класса. Премьер-министр оценил производственные мощности предприятий и качество выполнения заказов. Подробности в нашем материале. Производственные мощности и перспективы ОДК «Кузнецов» оценил Михаил Мишустин. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым глава правительства осмотрел цеха по производству шестерен и агрегатов, окончательной сборке газотурбинных двигателей, цех готовой продукции, а также стенд испытаний двигателей и корпус производства компрессоров газотурбинных двигателей. Завод производит и ремонтирует двигатели для военных самолетов и космических аппаратов, а также промышленные газотурбинные установки. Делегация осмотрела стенд, на котором производится окончательная отладка турбовинтового двигателя семейства НК-12, предназначенного для стратегической дальней авиации, и устраняются все дефекты, если они есть. В нашем предприятии проводится ремонт этого двигателя, изготовление нового, и окончательные испытания проводятся здесь, и отправляется этот двигатель в эксплуатацию. Компания создает двигатель ПД-8В, показатели мощности и энергоэффективности которого превосходят аналоги. За период с 2010 по 2022 год ОДК поставила заказчикам порядка 2500 промышленных газотурбинных двигателей. Созданная ОДК, газовая турбина ГТД-110М, не уступает газовым турбинам иностранного производства, при этом имея меньшую стоимость. После осмотров цехов ОДК «Кузнецов» делегация отправилась на РКЦ «Прогресс». Это один из лидеров мировой космической отрасли по производству ракет-носителей среднего класса. Участник практически всех крупнейших программ освоения космоса. Одна из последних разработок – малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли. В РКЦ «Прогресс» разработано и сдано в эксплуатацию более 13 модификаций ракет-носителей среднего класса и 29 типов космических аппаратов различного назначения. После посещения предприятий прошла встреча председателя правительства Российской Федерации и губернатора, на которой они подвели итоги. Очень много того, что производится в Самаре, является, я бы сказал, основой нашего технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент. И 30 тысяч человек, занятых на этом предприятии, показывают ежедневно, буквально в смысле слова, что можно очень эффективно, высокотехнологично работать в этой сфере. И не только в сфере обороны промышленного комплекса, здесь очень много предложений для гражданских отраслей. Огромное спасибо, что правительство в этот непростой период ни в коем случае не снижает финансирование. Мы все обязательства, которые перед людьми взяли, выполняем. Более того, в этом году уже нам предоставлены возможности опережающими терпами за счет специальных решений по кредитам. Фактически программу 2024 года выполняет в текущем году. Мы этими инструментами воспользуемся. Губернатор доложил главе правительства Российской Федерации о развитии в регионе системы образования. В этом году будут открыты три новые школы, в следующем еще две. В планах построить девять учебных заведений. Также Дмитрий Азаров рассказал о развитии системы здравоохранения в Самарской области. По состоянию на 1 января уже введено 115 новых медицинских объектов. Закуплено 14 тысяч единиц оборудования. Полностью обновили парк скорой медицинской помощи. Закупили автомобили. 40 медицинских объектов должны ввести в эксплуатацию в этом году. Отдельно глава региона остановился на медицинской помощи, которая оказывается военнослужащим. Рассказал, что госпиталь у ветеранов войн необходимо обновить оборудование для проведения МРТ. Михаил Мишустин заверил, что нужные средства будут выделены. Виктория Шарая, события. Тем временем в Москве президент провел заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Ранее свои предложения по работе электротранспорта представил самарский губернатор Дмитрий Азаров. Будучи членом Президиума Госсовета, он возглавил на семинаре работу группы, рассматривающей вопросы транспортной инфраструктуры и механизмов ее развития. По словам Дмитрия Азарова, в стране созданы инфраструктуры для автобусных и автомобильных перевозок. Необходимо подумать над созданием такой же инфраструктуры на государственном уровне для легкого рельсового транспорта, троллейбусов, электробусов. Решению задачи может способствовать программа «Мобильный город». По словам самарского губернатора, этот проект позволяет получить 30% гранта из федерального бюджета и привлечь частные инвестиции для обновления инфраструктуры и подвижного состава городского электрического транспорта. Глава региона предложил масштабировать его по всем регионам страны. В заседании Госсовета принимает участие и глава Самары Елена Лапушкина. О взаимодействии в сфере охраны окружающей среды в столице региона подписали соглашение между Министерством лесного хозяйства и Акционерным обществом Россельхозбанк. К природоохранной деятельности ежегодно привлекаются представители бизнес-сообществ и банковской сферы. Специалисты Россельхозбанка окажут поддержку особо охраняемым природным территориям. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Установка аншлагов информационных стендов «Регулярные субботники». Соглашение, подписанное между Министерством лесного хозяйства и Акционерным обществом Россельхозбанк, позволит партнерам совместно работать над улучшением охраняемых природных территорий. С каждым годом область становится лучше и лучше. Много открывается зеленых туристических мест. Мы благодарим за совместную работу Министерства сельского хозяйства. А также данное соглашение подчеркивает для нас важность бережного отношения к окружающей среде и ресурсам. На сегодняшний день в Самарской области сформирована уникальная сеть особо охраняемых природных территорий. Ее основу составляют три объекта федерального значения. Жигулевский государственный природный и биосферный заповедник имени Спрыгина, национальные парки Самарского лука и Базулукский бор, а также 211 территорий регионального значения. У нас много особо охраняемых природных территорий, что нужно их оберегать. Я рад, что коллеги с Россельхозбанка тоже откликнулись и берут шефство надрядной территории. Они выберут сейчас себе у них большая широкая филиальная сеть. У нас эти опыты расположены на территории всей Самарской области. И уверен, что вот такой совместной работой будем охранять, оберегать и сохранять для будущих поколений. Стратегию сохранения биоразнообразия специалисты рассматривают как часть общего движения Самарской области к устойчивому развитию. Об ее реализации говорили сегодня на заседании круглого стола в правительстве Самарской области. В нем приняли участие экологи, сотрудники Министерства лесного хозяйства, директора по научной работе заповедников региона. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. В Октябрьском районе Самары после благоустройства открыли детскую площадку. Двор по улице Революционные 48 комплексно развивали в течение двух лет. В прошлом году здесь отремонтировали внутри квартальные проезды, устроили парковку и освещение. А в 2023-м на средство федеральной программы формирования комфортной городской среды обновили детскую и спортивную площадки. Михаил Ермоленко подробнее. Родной двор изменился до неузнаваемости, рассказывает Ирина Володина, жительница дома номер 48 по улице Революционной. Вместе с семьей женщина живет здесь много лет и помнит, каким пространство было раньше. Невзрачный полисадник вместо газона, старые видавшие виды качели и карусель. Ситуация изменилась, когда жильцы решили принять участие в программе благоустройства формирования комфортной городской среды. Супруг Ирины, будучи управдомом, собирал документы и вместе с жителями продумывали проект. Конечно, это несравнимо, что было раньше. Наконец-то мы дождались нормального двора, в котором хочется гулять. Дети с удовольствием выходят, гуляют теперь на площадке, только прям даже не хотят уходить. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», а также средствам муниципального, регионального и федерального бюджетов, двор по улице Революционной обновили комплексно в два этапа. Прошлым летом отремонтировали внутриквартальный проезд, устроили парковку, установили освещение. В рамках благоустройства 2023 года во дворе появились спортивные и детские площадки с новыми игровыми зонами, лавочками, урнами и газоном. Мы открываем долгожданную площадку по программе «Комфортная городская среда». Она многофункциональная у нас получилась, очень яркая. Она непростая, с одной стороны, но это и хорошо, потому что каждый вопрос, который здесь непростым был, мы обсуждали с людьми. Поэтому все, что здесь мы сегодня наблюдаем, это абсолютно компромиссное решение. Мы здесь осенью еще добавим озеленение, проектом предусмотрены крупногабаритные саженцы, но и у нас есть традиция в округе, когда мы весной и осенью, так сказать, вкладываем в озеленение определенных вод. Этот год, так сказать, не будет исключением. Всего в Октябрьском районе до конца текущего года обновляют шесть дворов. Три по программе «Формирование комфортной городской среды» и три в рамках губернаторского проекта «Содействие». Также отремонтируют и внутриквартальные проезды на девяти территориях. За последние пять лет мы благоустроили 251 двор. В Самаре в этом году будет сделан еще 51 двор. Это очень хорошая программа. Я думаю, что жители по достоинству оценивают те изменения, которые происходят конкретно в их дворах. В целом по Самарской области в этом году обновляют 314 дворов на средства национального проекта «Жилье и городская среда». И его профильной программы «Формирование комфортной городской среды». Масштабное обновление территории города проходит при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В Самаре продолжается подготовка к выборам главы региона. Представители участковых избирательных комиссий поквартирно обходят горожан и информируют о предстоящем событии. Рассказывают о кандидатах на пост главы региона и о процедуре голосования в целом. Вместе с представителями избиркома на обход отправилась и наша съемочная группа. Здравствуйте. Участковая избирательная комиссия 3047. Откройте нам дверь, уделите пару минут. Напомнить, где находится участок и узнать, нужно ли предоставить возможность голосовать на дому или по месту нахождения. С начала августа представители участковых избирательных комиссий начали обход домов и квартир граждан. Задача – информировать самарцев о предстоящих выборах главы региона. Встречаются и с теми, кто недавно переехал или не ходил до этого на выборы, и с теми, кто регулярно исполняет свой гражданский долг. Потому что это право, наши выборы. Мы хотим, чтобы в городе было лучше. Поэтому и ходим, и уходим на выборы. В основном люди к представителям участковых избирательных комиссий относятся положительно. Ведь это отличная возможность задать все интересующие вопросы и узнать всю необходимую информацию. Это высокопарное слово, гражданская ответственность. Но это есть. Но мы все взрослые люди. Как понимаем, что от наших классов зависит, какая власть будет у нас. Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября. Участки будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Представителям участковой избирательной комиссии номер 3047 предстоит обойти более 10 домов и пообщаться с более чем двумя тысячами избирателей. По опыту нашей работы самое такое прайм-тайм, так скажем, время – это с половины седьмого где-то до половины девятого вечера. Тогда человек уже успел прийти с работы, поделать какие-то, может быть, свои минимальные дела и еще не успел приготовиться ко сну. Вот это вот исходя из опыта работы. Информировать граждан будут до 18 августа. Тогда закончится первый этап. Второй начнется с 28 августа. Напомню, что с 2023 года работает механизм «Мобильный избиратель». С помощью него можно подать заявление о голосовании по месту нахождения в территориальную комиссию, МФЦ или через портал госуслуги. Участковые комиссии присоединятся к этой работе с 30 августа. А заявление о желании проголосовать на дому можно подать с 31 августа. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События. В Самарской области работает проект «Путевка в жизнь», который реализуется на средства президентского гранта. Цель проекта – научить подростков, оставшихся без попечения родителей, после выпуска из интернатов самостоятельно обустраивать свой быт и досуг. НКО «Территория добра» помогает ребятам найти наставников. Подробности в репортаже корреспондентов событий. Воспитанница реабилитационного центра для детей и подростков Диана Трофимова в следующем году заканчивает школу и начнет самостоятельную взрослую жизнь. Каждая встреча со своей наставницей Ириной Гуляевой ждет с нетерпением. Сначала девочка просила сходить с ней в кино и на фудкорт, но за несколько месяцев общения, интересы Дианы поменялись. Я сначала была закрытой, а сейчас я просто открытая и сияю, можно так сказать. И просто я научилась проекты делать вместе с ней, спортом заниматься, хотя я раньше это не очень-то и долюбливала, сейчас я занимаюсь спортом спокойно. Наставники работают с подростками, оставшимися без попечения родителей, в рамках проекта «Путевка в жизнь». Он реализуется на средства президентского гранта. В Самарской области проект запустили по инициативе автономной некоммерческой организации «Территория добра». Его цель – научить подростков самостоятельно обустраивать свой быт и досуг. Помогают им в этом кураторы. Я считаю, это очень необходимо детям, потому что даже если они сначала не хотят участвовать в программе, на самом деле они очень ждут наставников. И когда в группе у кого-то из ребят появляется первый наставник, через некоторое время остальные ребята тоже начинают подходить и спрашивать. А узнаете, пожалуйста, когда мне наставник дойдет, когда ко мне кто-то приедет. Проект «Путевка в жизнь» в Самарской области запустили в октябре прошлого года. На сегодняшний день в регионе кураторы работают в четырех реабилитационных учреждениях для детей и подростков. И сейчас в проекте 13 ребят. Мы пришли к такому выводу, что это очень хорошая альтернатива приемному родительству. Конечно, это не приемное родительство, но очень хороший инструмент для того, чтобы у подростков появился значимый взрослый, который поможет в жизни состояться, социализироваться, поможет в бытовых моментах, поможет в коммуникативных моментах. Деткам очень необходимо, чтобы их понимали, принимали. Конечно, наличие социально значимого взрослого в жизни ребенка – это очень важно и нужно. Каждый претендент на кураторство, а это взрослые и состоявшиеся люди, проходит жесткий отбор. Желающие стать кураторами для воспитанников реабилитационных центров могут узнать о проекте на сайте НКО «Территория добра». Светлана Кудрявцева, Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. В преддверии нового учебного года в Самаре прошла проверка готовности образовательных учреждений к чрезвычайным ситуациям. Учение провели сотрудники Росгвардии. По легенде, неустановленный гражданин проник на территорию Самарской гимназии. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Охранник сообщил об инциденте в управлении вневедомственной охраны, нажав тревожную кнопку. Росгвардейцы немедленно прибыли на вызов и задержали злоумышленника. В ходе тренировки сотрудники вневедомственной охраны отработали взаимодействие с представителями частных охранных организаций. Алгоритм действия отработали до автоматизма. Уже прошло 200 учебных тренировок. Под охраной Росгвардии находятся 700 государственных и муниципальных учебных заведений Самары. С началом занятий все маршруты патрулирования групп задержания будут приближены к образовательным учреждениям. Одна из приоритетных задач вневедомственной охраны Росгвардии – это безопасность детей. В течение всего года запланированы, согласно графика, данные занятия с личным составом. И по всем районам, по всем подразделениям эти занятия проходят. В преддверии нового учебного года осуществляются межведомственные комплексные проверки объектов образования, на которых по линии вневедомственной охраны нашими сотрудниками осуществляется проверка охранно-пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, пропускного режима на данные объекты, а также систем видеонаблюдения и громкоговорящей связи. Далее коротко о других темах дня. В этом году в школы зачислено рекордное количество учеников – около 110 тысяч детей. Исходя из прогнозов, к началу учебного года количество первоклассников достигнет 120 тысяч человек. В этом году День знаний приходится на пятницу. В большинстве школ учебная неделя не будет сдвигаться на понедельник. Однако подробную информацию о проведении уроков необходимо узнавать у конкретного учебного заведения, к которому прикреплен ребенок. Строительство загородных домов в России может подорожать на 20%. К октябрю аналитики пояснили, что это связано с ростом стоимости материалов. Цены на древесину уже выросли примерно на 4% за год, а стоимость металлических изделий – на 2%. Сильнее всего, по данным специалистов, подорожал цемент – почти на 6%. Эксперты объясняют это сокращением запасов стройматериалов у российских застройщиков, ростом спроса и повышением стоимости сырья и энергии на фоне ослабления рубля. Чтобы подготовиться к возможному росту цен, эксперты советуют россиянам заранее спланировать бюджет на дом. Некоторые необходимые материалы лучше закупить сразу. В июле сообщалось, что строительство загородных домов в России подорожало на 15-20%. Изменение стоимости обусловлено появлением ипотечных программ в сегменте и ростом цен на стройматериалы, считают эксперты. В областной столице изъяли 42 банки нелегальной красной икры. Рыбная продукция оказалась неизвестного происхождения и не соответствовала техническим регламентам. Сообщили в региональном главке Федеральной службы судебных приставов. Фальсификат обнаружили в одном из городских магазинов советского района. Банки продавала местная предпринимательница. Женщина не предоставила документы о пригодности рыбной продукции к употреблению. Кроме того, на банках была недостоверная информация об изготовителе. Продавца привлекли к административной ответственности по статье о нарушении требований технических регламентов. Конфискованную икру передали в Росимущество для уничтожения. В Самаре 19 августа пройдет пятый международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Он начнется в 12 часов с торжественного молебна в Иверском женском монастыре, где 146 лет назад монахини вышли легендарное «Самарское знамя». Затем состоится церемония возложения цветов к мобгиле Самарского городского главы, инициатора создания Самарского знамени Петра Алабина и крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада, где пройдут основные мероприятия фестиваля. В 13 часов состоится торжественная церемония открытия фестиваля, награждение победителей творческих конкурсов проекта и концертная программа с участием военного оркестра 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армии. На территории Струковского сада в течение всего дня будет работать 40 тематических площадок, рассказывающих о быте, культуре, традициях XIX века и современной истории. Мы рассказываем об истории, о культуре, о творческих традициях России и Болгарии. Мы говорим о том, какие интересные события у нас происходили в конце XIX века. Будет работать тематические лектории, кинопоказы. Будет много площадок для детей. И, конечно, ретро-фотоателье, те, кто захотят погрузиться в эпоху в конце XIX века и примерить на себе эту историю, также это все возможно. Самарское знамя – символ победы России в русско-турецкой войне. Освобождение стран Балканского полуострова от 500-летнего османского ига. Сегодня Самарское знамя хранится в Софии, в Национальном музее военной истории Болгарии. Одна из редких копий знамени хранится в Патриаршем Богоявленском кафедральном соборе в Москве. В 2018 году ее передал собору губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А в августе 1922 года копию исторического знамени глава региона передал бойцам, которые участвуют в СВО. Поднять интерес к литературе, дать понять детям, что книга важна в жизни человека. В Самарской библиотеке номер 8 состоялась мастерская по созданию сказки «Я писатель» и мастер-класс по созданию миниатюрной книги. Подробности в репортаже Елены Чернявской. Работа над созданием книжки «Малышки» – это очень увлекательное занятие. Сегодня в этом убедились постоянные читатели библиотеки, воспитанники детского сада номер 160. Ребята узнали, как пишутся сказки, сами придумали свою историю и сделали своими руками миниатюрные книги. Материалы для самодельной книги были совершенно разными. Дети с большим удовольствием делали свои миниатюры. Из бумаги вырезали листочки для страниц, наклеивали картинки, раскраски, написали текст. Приобщать детей к таким мероприятиям, чтобы повышать интерес к литературе, к книгам, развивать у них фантазию. Это что-то новое, выход в библиотеку, особенно на такие мастер-классы. И поэтому мы стараемся проводить такие мероприятия гораздо чаще. Раскрасили картинки, и у них получилась красочно интересная книжечка. Назвали ее «Сказки». Каждый ребенок получил массу впечатлений и книжку-малышку, сделанную своими руками. Творчески и интересно провели время. Мне больше всего понравилось то, что мы когда-то печатали книжки. Книжка была очень веселая, такая и смешная. Нацпроект «Культура» вдохнул в пространство для чтения новую жизнь. Теперь это не скучное книгохранилище, а благоустроенные центры для взрослых и детей. Библиотека номер 8 не стала исключением 7 лет назад. Она изменилась и стала современной точкой притяжения для молодежи. Хочу пригласить жителей нашего города 26 августа в субботу на Ночь кино. Скоро мы совсем скоро анонсируем полную программу этого мероприятия. Сейчас хочу приоткрыть немножко завесу тайны и сказать, что наших гостей ждет показ фильмов «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Ну и помимо всего прочего, обязательно будем проводить мастер-классы, интересные викторины и еще много чего. Ждем наших гостей в 16.00 26 августа. Бесплатный интернет, творческие студии, 4D-книги, комфортная мебель, зоны для просмотра фильмов и проведения мастер-классов. Такие возможности сегодня открыты для самарских школьников и взрослых в модельных библиотеках. Теперь здесь можно не только выписать книгу для чтения, но и увлекательно провести время. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Хоккейный клуб «Лада» заключил контракты с четырьмя игроками, которых просматривали во время предсезонных сборов. Самарские теннисистки покоряют престижный турнир в Цинциннате, а Александр Визовкин стал чемпионом России по гребле. Подробнее в нашей спортивной рубрике. По итогам предсезонных просмотров хоккейный клуб «Лада» заключает контракты с четырьмя игроками. Это 27-летний защитник Николай Демидов, который в прошлом сезоне провел несколько игр в КХЛ за Северсталь, 21-летний защитник Илья Кудряшов, в прошлом сезоне выступавший в первенстве НМХЛ за московский юнисон, 29-летний защитник Никита Лисов, проведший в минувшем сезоне пять игр в КХЛ за Витязь, и 24-летний нападающий Остап Сафин, который в 2017 году был выбран на драфте НХЛ под 115-м пиком команды «Эдмонтон-Ойлерс». Он выступал в различных североамериканских лигах и чемпионате Чехии. Дарья Касаткина продолжает успешное выступление на теннисном турнире категории WTA 1000 в Цинценате. В матче второго раунда тольяттинская спортсменка переиграла Варвару Грачеву, представляющую Францию, 6-3, 6-1. За 1 час 16 минут Дарья дважды подала на вылет, совершила две двойные ошибки и взяла четыре гейма на подаче заперницы. В третьем раунде Касаткина сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко из Республики Беларусь. Уроженка Самара Анастасия Павлюченкова там же в Цинценате после поражения в личном разряде продолжает выступать в парном в дуэте с бразильянкой Луизой Стефани. В матче первого круга они переиграли пару Александру Соснович и Екатерину Александрову, 6-2, 6-0. Встреча продолжалась чуть больше часа. Во втором круге Анастасии и Луизе предстоит играть против китайско-тайваньского дуэта Синьюй Ван и Шувей Се. В Москве завершились чемпионат России по грибному спорту и чемпионат России по академической гребле спорта лиц спода. На старт вышли более 350 спортсменов из 16 регионов России, а также грибцы из Республики Беларусь. Спортсмены состязались на дистанции 2000 метров. В копилке Самарской области 7 наград – 5 бронзовых, 1 серебряная и 1 золотая. Ее завоевал Александр Визовкин в одиночке. Он в составе национальной сборной команды России выступит на чемпионате мира, который пройдет в Белграде. 17 по 20 августа на лыжероллерной трассе «Центр Чайка» пройдут всероссийские соревнования по роллерспорту. В программе состязаний – спринт на 500 и 1000 метров, гонка на очки и гонка-марафон. В заключительный день пройдет церемония награждения всех победителей. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Учебный центр муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. ТТУ гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы можно по телефону 309-95-35 и 309-95-91. Продолжаются экскурсии членов районных общественных организаций ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Самара. На этот раз департамент опеки организовал для 100 представителей общественных организаций города экскурсию в село Ширяево. Ветераны и инвалиды посетили дом-музей Ильи Репина, узнали, как он здесь жил, как создавалась прославившая художника на весь мир картина «Бурлаки на Волге». Во время прогулки по окрестностям экскурсовод и познакомила гостей с творчеством местного поэта Александра Ширяевца, близкого друга Сергея Есенина, и рассказала о тайных и легендах села, сообщает телеграм-канал департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. На территории Куйбышевского района располагаются сразу две сельскохозяйственные ярмарки. На Сухой Самарке, улица Белорусская, 131 и вблизи дома номер 20 по Молодежному переулку. Там представлен широкий ассортимент товаров – овощи, фрукты, мясо, мясная продукция, рыба, молочная продукция, мед, разносолы, бакалея. Здесь для покупателей доступна и сельхозпродукция от производителей Самарского региона и соседних областей. График работы павильонов ежедневно с 8.00 до 20.00 информирует телеграм-канал Куйбышевского района. Впереди вас ждет еще один сюжет, а я на этом с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС и в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Новый магазин «Модная и комфортная одежда» по доступным ценам «Just Closes» открылся в торговом центре «Мега». Самареты первый и пока единственный магазин этой российской марки. На площади 1100 квадратных метров представлены ультралегкие пуховые куртки, жилеты, удобно складывающиеся в компактный чехол, вязные трикотаж из вискозы, хлопка и шерсти разных силуэтов, стильные толстовки, свитшоты и базовые футболки, коллекция одежды для офисных будней и расслабленных выходных, а также богатый выбор аксессуаров. Основу коллекции «Just Closes» составляют высококачественный деним, вязанный трикотаж, натуральный хлопок и куртки из пуха. Производится все из высококачественного материала, из натуральных тканей. Покупатели уже успели оценить новый магазин. Алина Горохова приобрела сумочку, брюки и рубашку. Абсолютно случайно даже. Проходила мимо, увидела что-то новенькое, открыла, решила зайти. Очень все нравится. Сейчас в магазине действует акция. При совершении любой покупки сумка-шопер в подарок. Виктория Шарая, Сергей Баскин. События. Продолжение следует... Продолжение следует...